Уволившаяся няня детей Пугачевой раскрыла все тайны семьи. Бывшая няня Аллы Пугачевой и Максима Галкина, на чьем попечении находилась их дочь Елизавета, рассказала о жизни в замке. По словам женщины, она боялась делать ошибку, ведь тогда бы ей пришлось отвечать перед всей страной. Дети у Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились 3,5 года назад. Их им подарила сургатная мать. После рождения Лизы и Гарри, Примадонна каждому из них подобрала няню. Дети живут в разных комнатах и присматривают за ними разные женщины. До недавнего времени Лизу нянчила Валентина Юдина, однако сейчас решила сменить профессию и рассталась с Пугачевой. Узнавшие это журналисты немедленно связались с Юдиной, чтобы узнать, как ей жилось в замке Аллы и Максима. С дочкой Аллы Порисовны я была с самого первого дня. Помню, как крошечных двойняшек привезли из роддома. Красивую форму гувернанта для нас шил стилист Аллы Порисовны Алишер. Очень волновалась, когда пришла работать к Аллее Порисовне и Максиму. Все-таки знаменитая семья. «Вдруг что-то не так сделаю», – начала свой рассказ Валентина. Юдину взяли в няньке с постоянным проживанием, ведь за маленьким ребенком нужен постоянный контроль. Хотя, по признанию Валентины, ее подопечные не было проблемным ребенком. Она практически мне шалила, с утра давала выспаться. Но каждый раз, когда Лиза засыпала, меня не покидала мысль. Если, не дай бог, с ребенком что-то случится, придется отвечать перед всей страной. Смотришь, как спит она, как повернулась. За ребенка из обычной семьи тоже переживаешь, а тут двойная ответственность. Цитирую Валентину Юдину сайт «Комсомольская правда». Женщина учила девочку читать, считать, рисовать. От работы с Пугачевой и Галкиным-Юдиной остались лишь самые положительные впечатления. Алла Борисовна и Максим относились ко мне хорошо. Они обеспечивают своих помощников всем необходимым. С уважением относятся к людям, которые у них работают, – отметила экс-няня. Юдина объяснила, что решила уволиться из-за накопившейся усталости. Конечно, если бы я попросила у родителей Лизы сменщину, то мне бы ее дали. Но Алла Борисовна легко справляется и с одной няней для дочери, поскольку Лиза – послушный ребенок, практически не капризничает. Кстати, за музыку детской отвечала сама Пугачева. Она с самого рождения включала детям красивые мелодии. Лиза и Гарри особенно полюбили песни подруги Аллы Борисовны, певицы Любаши, сообщила Юдину. По словам Валентины, ее уход Алла и Максим восприняли нормально, а вот ей было непросто расстаться с маленькой Лизой. Я плакала, прощаясь с Лизой. Заметила, что в какой-то момент начала воспринимать ребенка как своего. Не до конца понимала, что я всего лишь няня. Эта чудесная, умная девочка принесла мне много положительных эмоций. До сих пор скучаю по ней, призналась Валентина Юдина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова